Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я считаю, что эта подборка будет самой красивой, по крайней мере, на мой вкус и на мое впечатление. Это самое удачное видео из серии примерки, также еще и потому, что мне удалось создать разные образы. Кто-то совершенно справедливо обратил внимание на то, что, в общем-то, ну все примерно одинаково. Я считаю, что это залог успешного гардероба, потому что мы вынуждены носить, чтобы хорошо выглядеть, примерно одинаковый фасон. Поэтому юбки, тренчи, платья, примерно одинаковые пропорции должны соблюдать всю свою жизнь, если мы сохраняем, скажем так, один размер, либо плюс один размер. Если мы очень меняем размерную линейку, то тогда, да, мы можем очень поменять и фасоны, соответственно, и стилистику нашего гардероба. А первым я хочу стилизовать очень сложную вещь. Это платье, которое я надевала один раз. Это шелк, это корсет и это вечернее платье. Я надевала его на свадьбу подруги и потом, возможно, второй раз надевала еще на собственный день рождения. Мне было очень неудобно, дети наставили мне пятна. И, в общем-то, это платье висит, как, наверное, и у многих. Таким образом можно стилизовать так называемое платье подружки-невесты. Таким образом можно стилизовать, ну, даже, наверное, простое свадебное платье цвета и крюм. Как вы видите, я надеваю сверху свитер и при помощи резинки, своего трюка с резинкой, регулирую нужную мне длину. Платье, конечно же, длинновато, потому что я надела кроссовки, мирю его без каблука. Но я думаю, что любая швея за корсет сможет убрать красиво и грамотно. Я несколько затянула спереди и стала некрасиво выделяться зона живота. Но я думаю, что любая швея под корсет, не обрезая само платье, уберет вам излишек ткани. Я видела подобную компоновку в паду и несколько раз обращала внимание, как очень красиво подобная летящая шифоновая юбка. Тем более, если это шелковый шифон, выглядывает из-под достаточно грубого плотного пальто, либо из-под тренча. В движении эти образы смотрятся очень-очень красиво. Но, опять же, учитывая, что эти платья висят у нас годами, почему бы нет? Образ с белым свитером мне нравится чуть больше. Здесь больше контрастности. Это замкнутый образ. Очень многие посмотрели мое видео по поводу компоновок. Мне очень приятно. Теперь, когда я говорю замкнутый образ, либо контрастность, многие будут понимать, о чем я. Здесь только два цвета. Я считаю, что стилистически этот образ 100% мой. Это образ, который я наверняка попробую на улицах падаю, потому что я очень люблю шифон, я очень люблю шелк. Я на самом деле начала шаговое расстояние различать шифон шелковый, шифон полиэстровый. И вообще ткани натуральные, либо нет. И в движении, повторюсь, эти образы будут смотреться очень хорошо. Мне очень нравится сочетание даже вечерних платьев, плюс вот спортивная обувь. По поводу спортивной обуви, я хочу сказать, что эта спортивная обувь досталась мне из супермаркета по супер скидкам. 29 евро, сказал мой муж. Он купил мне, Егору себе эту обувь. И на самом деле эта пара предназначена была для Егора, 38 размер, но у него нога выросла, теперь я буду носить. И это, если я не ошибаюсь, французская марка Lecox. У них петух в каком-то там треугольнике, поэтому вы без труда подобные кеды найдете. С кожаной курткой мне нравится еще больше этот образ. Я человек, который очень любит носить обувь, не обувь, а верхнюю одежду, наброшенную на плечи. Мне комфортно, я могу так снимать, поправлять волосы. У меня ничего не падает и не соскальзывает. Но могу сказать, что с данным свитером он очень плотный. Это некая вариация на тему летучей мыши. Подобное, скажем так, классическое надевание верхней одежды в рукава было бы просто невозможно. Имейте это в виду. Это то, опять же, почему у меня несколько белых свитеров, несколько черных свитеров. У них должна быть разная плотность. У них часто при, в общем-то, очевидной похожести должны быть разная ширина рукава, разная пройма и так далее. Вот этот образ тоже мне очень понравился. Неожиданно он, на мой взгляд, хорош. Неожиданно он универсален. Я попыталась заправить и показала вам в профиль, что когда заправляете вот такой плотный свитер, не видно, что он плотный, но он очень плотный. Может создаваться какой-то странный объем в районе живота, бедер. Соответственно, вот эта резинка, этот лайфхак, кстати, отбрасывайте назад, чуть-чуть назад свитер. Тем более, если он плотный, это будет смотреться несколько более удачно. Так вот, лайфхак с резинкой. Я не устаю повторять, что это просто палочка, выручалочка для любого фэшн-блогера, для любого инстаблогера, который позволяет, этот лайфхак позволяет действительно делать очень красивые драпировки, которые тебя не полнят. У меня несколько не держится свитер, потому что у меня шелковое боди, и было очень тяжело именно закрепить резинку свитера и на боди. Очень мне нравится именно эта вариация снова с кожаной курткой. Здесь может быть любая кожаная куртка. Здесь, кстати, может быть даже тонкая дубленка, потому что в Италии я много раз говорила, голые ноги, тонкая дубленка. Почему бы нет? Потому что, например, когда мы выходим уже на осенние температуры, действительно, солнце уходит, солнце садится, и достаточно прохладно, хочется утеплиться, хотя ноги при этом голые. Посмотрите, я решила реабилитировать эти штаны. Мне задали вопрос, что это за брюки. Это J-бренд. Все брюки скини, которые вы можете видеть на мне, это всегда J-бренд, потому что только посадка этого бренда мне подошла. Но, как я часто говорю, то, что подходит мне, не обязательно может подойти вам, и наоборот, то, что вам подходит, не обязательно подходит мне. Все очень и очень индивидуально. Итак, я закатала брюки и показала, если вы не заметили, вернитесь назад, посмотрите, насколько более выигрышно смотрится силуэт, когда подкатаны, в данном случае, скини. Я решила реабилитировать очень неудачный лук из прошлого видео при помощи удлиненного свитера. Здесь может быть удлиненное худи, здесь может быть даже толстовка с зип-застежкой, с капюшоном. Здесь было бы все очень-очень хорошо. Обращайте внимание на длину. Длина свитера должна быть как минимум по запястью и, возможно, даже чуть ниже, но у меня не было такого свитера. Я надеваю сверху пиджак, и эта вариация на тему мне очень нравится, так же, как и предыдущая вариация с кожаной курткой. И здесь очень важно достичь многослойности сверху, объема сверху, либо разницы длины, как было в случае с кожаной курткой. Свитер выглядывал, кожаная куртка была чуть короче. Очень мне понравился этот образ, но здесь, конечно же, образ построен на принципе замыкания, белый свитер, белые кеды, а также на принципе красивое сочетание цветов. Вот именно поэтому я считаю, что вот такие примерки – это лучше, чем пойти в магазин, потому что в своем гардеробе вы можете найти удивительное сочетание цветов, очень красивое. И вы можете построить как раз-таки ваши красивые компоновки. Так, вот немного инстаграммных, да, я здесь. Я, кстати, зачем это все делаю? Я убираю голову очень часто свою, потому что я считаю, что когда мы такие красивые сверху, волосы у нас уложены, и там лицо у нас что-то странное выражает, очень часто нам и компоновки кажутся более красивыми на себе, либо на других. Поэтому, в общем-то, все внимание только на ваше туловище, только на сочетание цветов, а также... Я, кстати, здесь показываю, что я легко могу снимать, когда набрасываю, снимать камерой, водить, когда набрасываю верхнюю одежду, потому что тоже мне поступает очень много вопросов. Я на... Ну, это не носибельно. Могу сказать, что совершенно носибельно. Нужно просто привыкнуть, хотя раньше я считала, что одежда должна быть чуть овер для того, чтобы ее носить наброшенной на плечи. Ну и вот, наверное, самое мое любимое сочетание на сегодня, хотя и с бежевым тренчем мне тоже очень понравилось. Здесь я умудрилась все-таки надеть на кажущийся более узким тренч, точнее, смогла надеть тренч на свой плотный свитер, хотя он кажется более узким. Обязательно подкатываю рукава. Я за то, чтобы все, что можно было подкатать, нужно подкатать. Все, что можно задрапировать, нужно задрапировать. И пошла я за сумочкой, да, я пошла за сумочкой. Кстати, я скоро выпущу видео по поводу семейного бюджета. И, как вы видите, даже свои... Где-то я прям пропала. А, вот она я. Я даже свои видео записываю без сумок. У меня нет привычки носить с собой деньги. Я всегда без денег расскажу в видео, как распределяется бюджет в нашей семье, почему я все время спрашиваю разрешение у своего мужа что-то себе купить. И вот этот образ мне очень понравился. И он построен... Он построен только на красивом сочетании цветов. Здесь нет особых форм, здесь нет особой, скажем так... А, кстати, здесь я показываю, что да, очень важно уметь красиво стоять даже в повседневной жизни. Я, в общем-то, так в повседневной жизни, например, на рынке и стою. И вот таким образом показываю рыбу, которую мне нужно положить. Я, кстати, научилась владеть своим телом и советую вам это сделать. Не стесняться, потому что, ну, даже вот такая поза кажется надуманной. Но, в принципе, опять же, нужно научиться стоять не совсем прямо. Ну, вот так на рынке, кстати, я часто стою в очереди. И это важно для того, чтобы одежда хорошо двигалась и смотрелась на нашем теле. Здесь, кстати, можно было бы добавить другую обувь, розовую, потому что здесь красивая, ну, практически пастельная гамма набирается. Опять же, это вопрос примерок, примерок и еще раз примерок. Как вы видите, вот эти брюки, которые очень многие назвали старомодными, справедливо. Этот силуэт, это то, что сейчас не смотрится хорошо. Кстати, я скоро, а вот, кстати, да, опять же, все, что взяла, я приучилась на таких съемках сразу же складывать, потому что иначе, ну, потом ты разбираешь. После получасовой съемки ты еще час-тридцать разбираешь одежду, которая навалена в кучу. Поэтому все, снимаю, ровненько сложила. И это очень хорошо и в повседневной жизни, да, все взяла, что взяла, клади на место. О чем я говорила? Я говорила, говорила о брюках, о старомодных силуэтах. Но давайте здесь я прокомментирую все-таки трюк, который я также очень люблю. Это под пояс, под ремень, в особенности под кожаный ремень, который очень сильно скользит, надевать резинку. Я нашла вот такой пояс, он не совсем подходит, потому что видно спереди, в районе застежки, резинку. Но этот трюк позволит вам красиво задрапировать ваш свитер, либо ваш пиджак, если вы поверх пиджака, все, что угодно вы хотите задрапировать. Сверху вы надеваете ваш ремень, и ремень не держит при этом драпировки, их держит резинка. И у вас все красиво, как вы перед зеркалом стояли, так все красиво у вас, в общем-то, и продолжает быть. Это первая съемка, где я активно использую сумки, даже не знаю, что на меня нашло. Я добавила шляпу к этому образу, этот образ мне очень нравится. И я очень люблю холщовые сумки, я себе прикупила холщовую, оранжевую, ярко-оранжевую сумку, обязательно ее вам покажу. Возможно, скоро сниму видео о своих покупках, которые были сделаны давно-давно, но просто покажу свои новые вещи. Кстати, вот что у меня в сумке, есть такой модный формат. В моей сумке зачем-то ватные палочки, также салфетка для очков, которые я не пользуюсь, я лайфхаком пользуюсь. И детские носочки, детские носочки для Данечки, но они уже ему малы. Но ватные палочки в моей сумке меня озадачили, я даже не знаю, для чего я их носила, там их было штук семь. Надеваю пиджак, и хочу снова обратить ваше внимание, если есть нагрудный карман, обязательно положите туда платок. Вы можете, кстати, платок положить, если нет нагрудного кармана, в карман накладные, если они у вас на классическом, скажем так, месте, то есть в районе бедер. Тоже красиво смотрится там, да, вот здесь, вот здесь красиво будет смотреться платок. Я, кстати, нашла во время съемки свои потерянные перчатки. Кто знает, кто смотрит, помнит, что я очень люблю такие перчатки. Для меня они мега универсальны, потому что я езжу на велосипеде и даже летом их использую. Ну и вообще, я считаю, это очень классный аксессуар, но многие мне пишут, что не могут подобные найти. Да, подобные найти действительно сложно. Проверяю карманы, вдруг еще что-то найду. Нет, больше ничего не нахожу. Что еще хотела вам показать? Да, для этой компоновки я считаю, что лучше подойдет более классическая обувь, но это, кстати, было связано с тем, что на мне шляпа. Если бы я сняла шляпу, то платье плюс пиджак плюс кеды смотрелось бы хорошо. То есть вы тоже смотрите в моменте на баланс. Пробуйте и пробуйте, потому что нет определенных правил. Их потом можно вывести, когда вы сравнили несколько образов, допустим, просто-напросто поменяв обувь. Вы сможете понять, почему это смотрится чуть лучше, а это чуть хуже. Кстати, вот здесь хорошо бы смотрелись тоже и кеды. Но и опять же, контраст мотоциклетной куртки вот с такой обувью со стразами, очень женственной. Это тоже очень хороший контраст, поэтому здесь оба типа обуви работали бы хорошо. Забываю я все время снять резинку, она несколько портит меня, но я совершенно себя не вижу. Когда снимаю, возможно, мне стоит ставить зеркало перед камерой, чтобы видеть, что я показываю. Снова беру сумку. Я считаю, что этот образ очень хорошо смотрится с холщовой сумкой. Потому что текстура холщовой сумки и кожаной куртки – это всегда прекрасное сочетание. Сейчас я покажу, как можно свернуть подобную сумку а-ля шоппер. Много раз видела подобную рекомендацию фэшн-блогеров англоязычных. Вот таким образом, как очень большой клатч, вы можете носить вашу даже кожаную сумку. И, соответственно, разворачивать ее по мере необходимости. Ну что ж, вот такая сумка, что я сейчас еще покажу, я уже не помню. Сумку покажу свою, очень я рада, что я ее достала. И да, просто сумка, сумка, сумка. Сейчас я покажу вам платье в горох. Это идентичное платье тому желтому, которое многим понравилось. Это платье, так же как и желтое, я никогда не ношу с открытыми руками. Я уже в одном видео сказала, что для меня коприрсы эшик, то есть закрываться по максимуму, это шикарно. Наверное, так можно на русский язык перевести эту фразу. Я не очень люблю открытые руки, декольте на себе, а так же на других женщинах объясняла почему. И это платье тоже с грубым свитером и вот с такой обувью, на мой взгляд, очень носибельная, очень красивая компоновка. С кедами мне нравится меньше. Мне нравится меньше, потому что некая несуразность в образе появляется. Пытаюсь добавить шляпу, ну как-то так, да, как-то так. Кому-то может понравиться, кому-то нет, это стилистика. Все опять же сейчас очень-очень индивидуально. А вот с пиджачком мне нравится. С пиджаком мне нравится. Сейчас я посмотрю, какую обувь поменяла ли я ее, потому что не видя обуви здесь и сейчас, я бы сказала, сюда лучше классическая обувь. Но нет, я обувь не поменяла. Но, кстати, вот так мне нравится. Если смотреть со стороны, я бы сказала, что да, стильная девушка идет. Что я сейчас еще примерю? Так, я уже вижу по раскадровке, я за плащиком пошла. Очень красивый, опять же, выдержанный по цветам образ. Кстати, по поводу принта, компоновки принта. Если у вас есть принтованная одежда, вы хотите рискнуть и компоновать принт снизу и принт сверху. Допустим, принт на юбке плюс принт на блузке. Обращайте внимание, что компонуется также по цвету, то есть цвет в принте в одном должен совпадать с цветом в принте другом, другого изделия. Либо вы компонуете крупный принт плюс крупный принт, мелкий принт плюс мелкий принт. Кстати, у меня вот синяк на лице. У меня все в порядке. С мужем отношения у меня хорошие. Но кто смотрит мой канал, конечно же, знает, почему у меня такой синяк образовался. Кстати, видно чуть меньше, но синяк есть также на подбородке. И хочу сказать, что я что-то подустала, и у меня осталось вот такое белое платье. Соответственно, я сделаю подборку, начну с этого белого платья в следующем видео. А также покажу вам еще брюки скини. Мне понравилось стилизовать старомодную вещь, неактуальную вещь. Я считаю, что у меня получился в итоге очень хороший образ. На этом я с вами прощаюсь, дорогие зрители. Желаю всем удачных, классных примерок. Найти очень-очень много новых сочетаний, которые вам будут нравиться на все 100. А дома, кстати, я вот так выбежу. К тому же еще и свитер задом наперед, точнее, наизнанку надел. Всем желаю хорошего настроения, достаточно легкого карантина. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok